Эй, привет всем! Варлок проходит Slice the Spire. Вперёд, безмолвное! Пятый уровень возвышения. Ваш пацан, Варлок, готов порвать всех. Улучшить карту, получите 377... Дайте мне реликвии босса, и это эктоплазма. Мы играем без золота. Это очень плохо! Эмммм... Хммм... Без золота, говорите. Значит, 99 имеющегося золота надо ставить на то, чтобы убрать какое-нибудь очень плохое проклятие. Окей, но... С другой стороны, у нас есть шанс завалить трёх элиток на первом этаже. Какой самый лучший шанс? Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Да. Как-то так. Я в магазин даже заходить не буду, потому что я знаю, что у меня будет слишком большое искушение... всё-таки потратить 99 золота. Потому что есть некоторые события, которые нам могут это золото захавать. Но, насколько я помню, таких не очень много. В любом случае, 4 энергии... Хмм... 4 энергии на первом этаже. Очень большое преимущество. Есть смысл брать карты, которые... Эээ... Требуют много энергии. Если бы мы смогли найти пронзить... Мы бы рулили беспощадно. Пожалуйста, пронзить. Хрен. Ммм... Искусственный выпад. Сейчас, каждый раз, когда мы будем вытаскивать искусственный выпад, мы сможем его сыграть. Можно разыграть, если в руке нет других карт. Попробуем? Сальто назад тоже хорошо, когда много энергии. Мне интересно. Мы ни разу не брали искусственный выпад. Да, 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 да. Вот, если бы я его сейчас вытащил, я мог бы его сейчас сыграть. Но, пока что нет. Мы не сможем его сыграть, только если у нас есть выживание в руке. Да, тогда выживание будет скидывать искусственный выпад. Что, наверное, вот как раз и случится сейчас, когда мы его должны вытащить. Если в руке нет других карт. 15 урона за 0 маны. Звучит очень хорошо. Что еще звучит хорошо с 4 энергии? Хворь. Хворь просто... Просто хорошая карта, не более того. Улучшить 2 случайные карты. Давай. Эх, удары обороны. Я надеялся больше всего на хворь. Улучшенная хворь намного круче. Так. Если убирать карту из колоды, то что мы хотим убрать? Или улучшить? Если убирать, то убирать обычный удар. Если улучшать, то хворь. Если изменить, то, наверное, ничего. Давайте лучше просто уберем удар. Есть смысл просто изменить карту? У нас пока немного. О, мы можем все это сыграть. Мы можем легко сыграть здесь все. И минус силу, и слабость, и выпад сыграли, и хворь. Хворь, кстати, отлично идет с выпадом. Суперски. Пока что билд будет рулить безбожно. Я думаю, что мы хорошо сделали, что рискнули с улучшением случайных карт. И вот проблема выпада. Что... А, подожди, я дурак. Вот так же можно сделать, и теперь мы его можем легко сыграть. Ах, ну что ты. Значит, выпад для нас просто хорош. Без всяких но. Это все не то. Это все не то, что я хочу. Погнали на элитку. Посмотрим. Лагобуллин. Выпад в первый ход. Давай, 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 давай. У, какая красота. Бум, бум. Бум. И, наверное, бум еще. Все равно лагобуллин самая плохая для нас. Встречная фигня. Теперь вопрос. Сколько блоков и сколько хвори? Два блока и хворь. Даст ему минус два силы. Один блок и хворь. Даст ему минус три силы. По-моему, два блока, а хворь оптимальный вариант. Три хода слабости как раз должно хватить на то, чтобы спокойно закончить эти танцы с бубном. И следующий ход, он будет очень уязвим. Даже знаете что? Четыре. Четыре энергии позволяет даже сделать вот так. Теперь он колдует. Мы, наверное, сейчас искусный выпад сыграем. Да. Ух, все равно чертовски медленно идет. Кто босс? Ээээ, ромболорд. Не боимся. Ух, обезвредить еще. Стоп. Стоп, 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 стоп. Вот так, так, так. И вот так. Уже плохо блокируем. Ну, не то что плохо, но хуже тем... Ну, не все блокируем. И еще два урона, и он закончен. Что я хочу из лаговулина, это... Давайте мне какую-нибудь защитную реликвию. Якорь хотя бы. Даже якорь меня устроит. Ловец снов меня вообще не устроит. И эти карты еще меньше. Так. Отдых или ковка? Если ковать, то что? Как обычно, обезвредить? Не знаю, не знаю. Мне кажется, что... Мы полетимся ровно до максимума. И это того стоит. Удушение. Каждый раз, когда вы разыгрываете карту, выбранный брат теряет речка здоровья. Удушение сломает искусственный выпад. Мы не сможем сыграть удушение и искусственный выпад. Мне кажется, поэтому оно того не стоит. Как это ни странно, мы пропускаем. Даже такую хорошую карту, как удушение. У меня есть план для этой колоды, и план будет... Да, именно в этом. И... Бум-баншот. Неплохо было бы сделать искусственный... Искусственный выпад. Сделать искусственный выпад так, чтобы он постоянно нам в руку приходил. Не знаю, насколько это реально. Так. Если я тебя вот так ударю... 11, то мы тебя можем добить. Я думаю, что... Один здоровье можно пожертвовать. По-моему, лучшего хода там не было просто. Никакого. Мороженое для... Супер-реликвия. Пока что все идет нормально. Пока что эта колода, мне кажется, стоящей. Очень стоящей. Какие карты бы сюда зашли? Любые карты, которые сбрасывают другие карты. Ааа, смысл. Хм. Я даже не представляю, что я хочу пока что. Птицевидная урна. Таланты. Таланты нормально. Большинство талантов стоят один. Во всяком случае, у безмолвной. Да, наверное, настакать кучу талантов. Нет, что-то здесь не то. Хворь здесь, кстати, вообще бесполезна. Я думаю, зелье блока использовать или нет. Зелье блока может пригодиться на следующий ход. Птицевидная урна мне нравится. Это хоть какая-то хилка для безмолвной. Не совсем то, что я ищу. Хм. Бум, 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 бум. И чтобы добить тебя. Ааа, лучше добить его. Пять урона ушло в никуда. Не надо. Головокружение. Я всегда затягиваю слишком с этими... С этим... С этой элиткой. И потом пожинаю плоды своего затягивания. Миллионам головокружений в колоде. Не надо так делать. Играй. Играй спокойней. Размеренно. По одному гаси их. Пив, пив, пив. Кстати, головокружение. Любые раны полностью убивают. Выпад. Надо найти способ избавляться, например, от ран. В хворе есть смысл только на тебя накладывать. Ааа, нет. Был смысл снять дебаф со второго чувака. Эх, два головокружения. Все равно нет-нет. Бой с этими товарищами прошел абсолютно нормально. У нас ноль проблем. Ну, у нас есть проблема в том, что мы сейчас три урона получим. Но это такая мелочь. Когда часовой остается один, это... Легче легкого. Как два пальца. А в асфальт. Если мы найдем еще дорогие карты, то я, наверное, их возьму. Так, ты мертв. Даже несмотря на то, что они сломают выпад. Я думаю, что нам надо не слишком сильно зацикливаться на этом выпаде и всем остальном. С другой стороны, уловка, например, бесплатная карта после апгрейда. Она тоже поможет играть в выпад. Надеюсь, что я не совершаю большую ошибку этой колодой. Ну, да хрен с ним. Получить 75 золота. Мы не можем получить золото, поэтому мы потеряем золото. И время апгрейда. Апгрейд уловки. Делаем ее бесплатной. Ее очень легко сыграть с выпадом. Это, так сказать, карта на будущее. Опять лаговулен. Да вы издеваетесь. Так, стоп, стоп, стоп. Мы не играем эту руку. Мы ждем выпад. Или хворь. Лучше бы сейчас хворь сыграть, а потом еще выпад. Я думаю, что даже стоит этот ход пропустить. И на следующий ход сыграть хворь на всю ману. Если повезет, выпад тоже. Не повезло. Но я реально думаю, что это самая лучшая идея. И более того, еще яд. Но он уже проснулся. Да, да, да. Он уже проснулся. Тут думать нечего. Энергия есть, чтобы сыграть все карты. Поэтому мы так и будем делать. Чуть-чуть урона нам, конечно, будет пролетать. И я не думаю, что это зарешает. Вот, уловка с искусным выпадом. Уловка в уловку. Уловка в двойника. Да, двойник, хворь и все остальные подобные шняги будут играть с выпадом. Плюс с выпадом... Конкретно именно двойник будет очень хорошо играть. Посмотрите, как мы его разорвали. Мне нравится. Мне очень нравится. О, ты меня дебафнул на минус одну силу. А у тебя самого-то посмотри. Сколько силы. Можем его добить? Нет. Мы его добьем на следующий ход. Пузырек с кровью. Я что-то даже не прокомментировал. Ну, тоже. Тоже хилка. И, ууу, амамори. Окей, блокировка. Блокировка. Проклятие. Полезно знать, что она у нас есть. Атака на пролом для нас совсем не подходит. Все идет по плану. В конце хода вы оставляете в руке до одной карты. Она нас лечит? Мы можем не оставлять карту, если не хотим. О-хо-хо-хо-хо. Кто-то попал. Бум. И знаете что? Я хотел сыграть хворь на все. И, наверное, я это сделаю. Хворь. Только хворь пойдет на... тебя. Потому что тебя мы будем намного дольше убивать, чем второго парня. Рабовладельца я постараюсь завалить как можно скорее. И не дать ему шанс взлететь. Вот это то именно, о чем я говорю, когда говорю взлететь. Потому что этот козел сейчас будет мутить. И он замутит. И мы не сможем на следующий ход атаковать. Очень плохо. Ладно. Древнее зелье. че уж. Он же первый колдует. Да, первый. Ой, твой дебаф на меня не подействовал. Слабоват. Все идет по плану ради хилки в основном. и бум-бум. Ну, пожалуйста, ты сдохнешь или нет. По-моему, очень правильно мы сыграли хворь на слизня. Прямо в точку. Ты хочешь сказать, что мне на тебя надо выпад тратить, да? Как скажешь. Ты хозяин, ты тут босс. Парализующий отвернулся. Может быть... Аааа, кстати, оборону не надо было брать с собой. Точно. Да. Вот именно поэтому. Ну, мы все равно победили, но... будущее уйма клинков практически супер потому что она искусному выпаду не мешает добавляет дополнительный урон и она у нас будет со старту каждом бою да пошла жара у двойник двойник говорите ну давайте двойника да выживание можно держать в руке мы его можем сыграть сбросить одну карту которую мы не хотим играть например обычный блок или сыграть можем хворь на 6 маны мне кажется что лучше чем хворь на 6 вряд ли что-то удастся придумать может сыграть выживание а потом хворь на 5 она нам более разумное решение или еще лучше было бы сыграть оборону из или сыграть оборону и хворь на 4 пожалуй это еще более разумное решение теперь стоп я хочу посмотреть какие у меня карты остались в колоде а я не буду на следующий ход ничего брать потому что у нас будет искусный выпад я боюсь что мы не сможем его разыграть все правильно абсолютно все абсолютно точно и уже на этом боссе я чувствую что наш билд слишком медленный я боюсь за второй этаж я думаю что мы не затащим нам нужна очень хорошая реликвия здесь либо очень хорошая карта что тоже вариант я знаю что нужно нужен колокол колокол самоморе так что-то в эсэр слишком трижды 269 еще можно нет нельзя было нельзя было еще разбить пропустим они ничего мы не пропустим все правильно он шесть наносит 3 это ты посчитал тех которые сам себе нанесешь что ты о ноль урона четыре раза бедняжка это же блоки не буду играть я даже не буду играть где мы выпад выпад на подходе ой ой ноль урона хреново когда тебе силу уменьшают проклятый ключ даже наверное был бы лучше для нас что-то я не горю желанием эту руку играть я хочу тебя обезвредить но не более того заточку возьмем на следующий ход потому что она халявная и мы сможем в легкую ее сыграть со выпадом которого нет которого просто нет так так теперь он 6 наносит у нас становится 10 и мы еще один можем ударить замечательно мы получаем ноль урона у него меньше половины здоровья и медленно но верно медленно но верно мы раздолбаем этот орешек у он уже наносит один урона какой чемпион а нет прости ты уже снова наносишь ноль да мы здесь победим гарантированно у нас не может пробить может нам надо вторую хворь возможно 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 все равно я точно не возьму остановить время по моему она нам не очень интересно так нам нужно сбросить наверное обычный удар здесь оборона удар удар за . удар и придется выпить деле защиты потому что я идиот ну всего лишь 19 может как-нибудь как-нибудь справиться тысяча порезов тоже было бы неплохо очень хорошо зашла бы про адреналин я молчу он всегда рулит а вот и вон я про него молчу а он здесь адреналин всегда хорош кроме колод с искусным выпадом правильно я понимаю что он нам дает две карты после апгрейда он дает две энергии его надо улучшить а у нас сейчас не хватает знаете чего дамага поэтому как это может быть это слишком нубское решение но хрустальный нож и о астролябия давай мне астролябию мы поменяем так мы поменяем я сомневаюсь насчет все идет по плану что-то он не слишком хорошо заходит мы можем оставлять карту в руке мы можем не оставлять нет не надо нормально он заходит вот так вот что публик призрака погибель и мастерство пять урона случайному врагу когда мы разыгрываете навык вообще не в тему ладно посмотрим посмотрим надо было может вообще ничего не брать так сюда элитка может быть вторая элитка третья элитка мы не доживем столько так если сюда то раз элитка два элитка да вот здесь путь самый для нас безопасный так обезвредить тебя ты урона не наносишь и сбить в полете табил до свидания еще один маны осталось пускай лежит наверное астролябия был плохой ход либо нам не очень повезло с картами скажем так потому что для нас абсолютно бесполезно погибель ну как бесполезно она лучше чем обычный удар все равно мы можем тут облик призрака сыграть безопасно вроде бы да пока есть возможность чтобы все летаете не нравитесь вы мне скажу вам честно так 612 а давайте наносите наносите вперед так сейчас должен быть ау выпад уже был я идиот надо было защиту оставлять в руке так нож сбить тебя я сказал сбить тебя убить тебя чтоб ты не взлетел и пожалуй хворь тебе я не уверен значит этой колоды я даже что-то не могу понять какие карты я сюда хочу добавить хочу ли вообще может я хочу теперь только убирать отсюда карты ты наносишь ноль себя можно чуть-чуть поигнорировать ну только немножко не обижайся но а нам есть смысл играть нам есть смысл играть навыки потому что они наносят урон да для нас блок сейчас под обликом призрака практически в два раза лучше чем удар нам вообще нет смысла играть удары потому что мы играем блок чувак получает пять урона и плюс мы блокируем это надо учесть как это влияет на выбор карт вот сейчас что нам дает рискованный ход он нам дает опции мы можем сбросить то что нам не нравится и взять что-то другое мне кажется что у нас под сброс пока ничего нету не будем потому что сам по себе он съедает карту чего так вы продолжаете свое восхождение но внезапно комнату заполняет густой черный дым формируя три гигантские фигуры в масках они начинают говорить очередная монетка марионетка неов я полагаю похоже на то ее игрушки всегда такие забавные вы видите невероятно широкую улыбку когда третья фигура обращается к вам не слушай их хочешь ли ты почувствовать нашу силу получите пять карт призрачность дает один неосвязаемость неосвязаемости сжигается эфирная навык потерять пятьдесят процентов максимального здоровья замечательный вопрос предполагаю что карта призрачность дает мне уязвимость то есть получается ты играешь неуязвимость за один маны и дальше можешь не играть блоки но нам это не имеет смысла потому что у нас облик призрака когда мы играем навыки мы наносим урон по идее у нас вообще лучше колоду сделать из одних навыков я маленькая сучка но я не могу я не могу не подходит совсем не подходит мы обязательно попробуем это в другом забеге так сейчас одну секунду я сниму свой шарф из верблюжьей шерсти у меня с утра что-то холодно было я одел шарф из верблюжьей шерсти а теперь я весь вспотел какой я горячий может быть я умираю от лихорадки тоже возможно так все тут по плану раз ума клинков два мы можем кого-нибудь из вас обхворить а можем не обхворять мы точно сыграем зеле блока и бум бум а тебе на хворь на два всего лишь маленькая но тоже хворь бум ууууууу парализующий яд какая красота arbetsос сейчас подумаем на кого мы его сыграем мы точно хотим добить тебя прямо жаждем и ты собака не убьешься так просто слабость очень хочется на этого мародера знаете что давайте так и сделаем ради того чтобы был шанс обоих завалить хотя толку а толку пускай воруют наше золото какая мне разница я все равно не могу этим золотом воспользоваться но смысле я его не смогу вернуть обратно все они его украли все равно считается что мы победили ну как бы считается что победой мы получим карту в награду даже если мы бы ни одного из них не убили я думаю что второй от нас все-таки сбежит хотя хрен чисто из принципа да мы не можем золото вернуть все у нас наконец ноль золота улучшенный удар коленом короче я больше не знаю я больше не знаю что это за колода что она делает почему о господи грёбаный череп ладно давай мне бесцветную карту одну больше не надо спасибо так ты должен умереть хворь должна быть на тебе и сейчас идет полная контра нашему билду это товарищ избранный возможно мы умрем прямо в этом бою очень надеюсь что этого не случится но шансы есть раз-два так тебя добиваем выпадом все остальное летит тебя но если вовремя только сейчас включится облик призрака на шансы будут слава яйца давай уловка давай алхимия мы не хотим все что у нас вот там в руке вытаскивать мастерством мы хотим это на следующий ход поэтому знаешь что вот тебе погибель радуйся плюс призрачного облика в том что он не дебафается слабостью ты меня решил ударить какой молодец а как насчет например оков тьмы что ты думаешь насчет все идет по плану о как весело и наверное бум 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 и пожалуй еще оборону мы хотя бы двумя зельями полностью вытащили все головокружение из колоды я не знаю по моему мы уже должны сползать с билда на искусный выпад ну или во всяком случае не делать его единственной целью билда сколько урона ты наносишь 37 но вы должно быть шутите что я должен делать по этому поводу сыграть 8 блока на это он под слабостью прошу обратить внимание бьет ау а так бы на 150 ударил я зол какой плохой бой план побега плюс послушайте меня я знаю что ужас это одна из основных карт безмолвы без него на практически не может победить если мы играем через облик призрака там нужны навыки они это тоже навык но и между что облик призрака больше урон не станет наносить по ужасу а план побега это шикарный навык а грация нас лечит опять я пытаюсь облик призрака сделать и 5 он наверно не будет работать опять мы умрем так ты сейчас получишь у меня хворь по полные просто по полные гланды так на 5 да на жри надо было зелье энергии оставить на босса вот что я подумал наверное за дебафать босса было бы намного разумнее с другой стороны халявный облик призрака мне не нужны эти карты за 3 спасибо не нужно как-нибудь обойдусь ладно шанс сыграть нормально мастерство я вижу его бум миллион карт и мы можем все остальное тоже сыграть какая красота я даже оковы сыграю ради выпада ау ну особенно учитывая что мы его добили этим ходом а ковать и так и так минус 15 силы 3 ловкости хворь на плюс 1 как-то не странно но хворь на плюс 1 мне нравится ну нет плюс 1 в смысле что она будет плюс 1 к эффекту своему давать у улыбающая маска услуга удаления карты карты у торговца стоит 50 золота буквально абсолютно бесполезно для нас очень жаль теперь грацию для того чтобы сделать эту колоду рабочей нам нужно очень много талантов мы можем сразу сыграть грацию и тогда мы получим миллион в лицо ну не такой же миллион во первых держи хмм но зато будет лучше себя чувствовать в будущем не мне кажется что эта колода не играбельна я создал монстра я создал монстра и мы снова не пройдем второй этаж ну попробуем поверьте мне я не собираюсь сдаваться кто тут еще не под слабостью ты? ни в коем случае я не сдаюсь но я вижу я вижу ситуацию хм тут нечего думать на самом деле я не знаю почему я вообще размышляю ну хотя бы в следующей руке не будет атак практически ну и хочу еще обратить ваше внимание что у нас вообще не будет здоровья оглушающий крик крик спас ну что кому минус пять силы надо надзирателю минус пять силы на будущее может нам минус четыре будет достаточно будет достаточно хрустальный нож у нас единственная нормальная атака ты надоел так сильно бить абсолютно я тебя не уважаю грация на помощь ах мы не можем мы не можем этого сделать мы даже блин этот бой нормально не можем провести чего уговорить там о о боссах у нас есть шанс шанс есть всегда и вдоль нам главное вытащить хорошую реликвию которая подходит под этот билд я не знаю что это пока что я не представляю себе ну что-то же должно мороженое например самая сильная реликвия в игре даааааааааааааааах опорезов да я я просто не представляю что еще нас может спасти 21 здоровье он бьет на 24 мы мертвы мы отхилим ся чуть-чуть час но мы мертвы три здоровья живем хворь на минус 5 поможет ли замечательный вопрос думаю не очень вкусный выпад уже ни хера не делает отхилились отхилились нормально 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 о погнали уловка все пошла жара сейчас сейчас все будет пацаны грация уже семь здоровья смотрите смотрите как профессионал играет смотрите сейчас папка играть будет может мороженое оставить на следующий ход энергию одну энергию оставим на следующий ход и заберем с собой выживание а не он дебафнул нас на уязвимость поэтому вся наша защита летит к чертям и с другой стороны ты парень урона тоже не дохера наносишь так что как-то так слушайте мы мы выживем в этом бою нам предстоит еще несколько впереди 2 2 боя хил и общем гор Rover смешу пару талантов запихнем сюда мы вообще нам нечего будет играть колода и слишком медленно и не надо а медленно она кстати именно из-за талантов я сейчас думаю может это миллион талантов которые сюда всунул так всасывают вот это был неплохой ход на следующий ход у нас будет 5 энергии потому что мороженка чарлика ты зачем наложила на меня уязвимость ты хочешь чтоб этот забег закончился я тебе не рекомендую этого хотеть вместе с этим закончится твое существование в своем игровом мире в твоих интересах успеха можно дольше играл эти а убью в процессе но никто не вечен надо было сначала порезы играли 10 здоровья он бьет на 14 9 мы блокируем остается 10 это сучка его лечит да давайте там бафайтесь еще чего нибудь молодцы какие молодцы какие красавчики я вас обожаю вот тебе ножик четвероножек вот тебе чердейка хворь на будущее можно было мастерство сыграть но я даже не знаю что бы я там искал обезвредить ты задаил балла хилить эти запрещаю хилить в этом месяце я объявляю месяц не хила перестань это делать так не надо тратить не надо тратить энергию чуть-чуть можно потратить по-моему мы выживем и в этом бою как ни странно все из-за отхила из-за отхила от урны я сначала ругался какая дурацкой дурацкий артефакт вау мы это сделали нет еще один бой до лагеря это нереально кого тьмы придется играть сразу час чтобы сыграть выпад и на тебя хворь выпад на самого дохлого не 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 все все шутки кончились у нас нет массовых атак что опять же моя вина что я их не взял в колоду ну факт остается фактом массовых атак нет и ни одного блока нет окей нам нужно убить тебя без разницы как и и и мы пропускаем 8 что мы явно не можем себе позволить кто босс облик призрака здесь абсолютная медлительность а я не знаю если у нас выбор мне кажется без него мы сольемся еще быстрее чем с ним так мы хотя бы наносим какой-то урон при блоках так бы пришлось блокировать и давать им дальше развиваться без вообще безвозмездно плюс 5 силы мама какой нахер стратег зачем это дерьмо что вы делаете так кому надо убыть кому кому слабость на тебе мы мертвы да нет но почти надо не уберите 7 7 здоровья так давай облик призрака спасибо неужели мы это сделали мы живы вау все еще живы конечно лечиться никаких апгрейдов адреналин на рывок по адреналин халявный халяву уксус сладкий мы не переживем выстрел автоматона с другой стороны за старт облик призрака не поспоришь что-то хоть что-то пошло по нашему но мы не переживем мы не можем его даже обезвредить а надо с него надо сбивать стаки потому что единственный шанс для нас выжить это хворь на него наложить и держать его в уязвимости когда он будет делать мега лазер ну напоминаю для мега лазера тоже надо дожить а хворь пока что он и у него пока иммунитет к хвори тысчу порезов сначала надо было играть потом все остальное идиоту и хворь я буду держать в руке именно до того момента мастерство забирай не отдавай его мне никогда подавись двадцать четыре он уже нам на нем наносит смертельный урон я уверен что у него не получится так что мы еще точно будем играть оборону выживание сбросить хворь так и раз два три четыре пять пять карт так что ты умрешь сам тебя трогать не надо бомб 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 а без вредить надо было на автоматона играть сбивать с него стаки сбивать с него стаки какая большая рука так он бьет на 24 можно еще заблочить нет нет бери бери и оборону бери оборону в руке она тебе нужна сейчас он бронь на себя накладывает и мы не успеваем с него сбить все дебафы потому что а мы могли как как это можно сделать во первых нужно убрать хрустальный нож из следующей руки если мы сейчас притащимся в руку обратно обезвредить мы можем это сделать для этого нужно чтобы сейчас обезвредить пришло в руку вот сейчас обезвредить пришло в руку нет она придет на следующий ход мы можем хворь себе оставить на следующий ход и сохранить на следующий ход максимальной энергией мороженым для того чтобы но если на следующий ход сохранять энергию мороженым тогда можно сыграть коленом в лицо потому что энергия все равно перейдет на следующий ход. Теперь завершаем. Берем с собой хворь. Да, вот он. 58 урона. Ни одного блока. Все блоки здесь. Все, все блоки здесь. У меня, честно, в колоде недостаточно блоков. Ну, здесь шансов нет. Я так понимаю. Ну, да. Я ненавижу безмолвную. Я реально ее ненавижу. Она тупая, бесполезная. Я прикалываюсь. На самом деле, я понимаю, что я играл. Опять я снова делал. Вместо того, чтобы взять нормальную колоду с ядом и еще с чем-то. Я тут придумываю. Изобретаю велосипед. Набери яд, набери заточек, пройди это грубанное возвышение. Я зол. Я в ярости. А я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то нажмите кнопку лайк. Внизу это будет огромная помощь. Также подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А я благодарю вас за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующий раз.